привет друзья у меня вчера на фоне наших новостей когда у нас президент героически разрешил проблемы которые волновали очень огромное количество людей возник такой эмоциональный подъем какой-то я бы даже назвал его каким-то подъемом патриотическим вот и решил я посмотреть фильмы соответствующие моему настроению выбрал я для себя два фильма первый называется небо измеряется милями про конструктора вертолетов не все прекрасно знаете mi6 mi8 mi10 mi24 который если вы смотрели рэмбо помните о ту неубиваемую воздушную крепость с ракетами вот которая там терроризировала рэмбо и второй фильм калашников вот посмотрел я первый фильм небо измеряется милями и что я хочу сказать по всем критериям фильм должен был быть замечательным отличным потому что хороший главный герой актер снимать сейчас в россии научились умеют картинка красивая все хорошо музыка тоже подбирается как правило соответствующие вот но посмотрев этот фильм у меня не возникло абсолютно никаких чувств то есть эмоционально этот фильм не вызвал вообще ничего не отторжение не восхищение не чувств такого на эти нравится или не нравится абсолютно ровный фильм иногда даже бывает вы знаете фильмах смотришь вроде бы фильм ни о чем но бывают какие-то моменты когда вот ком горлу подходят слезы на глаза наворачивают что-то эмоциональное такое вот это же этого нету с одной стороны вроде бы до фильм патриотический фильм про то как создавались вот этими биографически даже можно сказать но в моем понимании если фильм биографический то надо показывать именно про конструктора в данном случае да про его жизнь про его какие-то жизненные перипетии как он развивался почему он к чему-то пришел как он стал вообще например изобретать вертолеты конструировать их то есть недостаточно показать того что маленький мальчик шел с папой увидел ветряную мельницу и тут у него возникла вот эта идея в голове что надо изобретать вертолеты нет в этом фильме абсолютно ничего не показано этот фильм не вызвал никаких эмоций то есть полтора-два часа времени которые потрачены ну просто на просмотр скажем так фильма на один раз то есть если у вас есть лишнее время которое вам просто уже абсолютно некуда потратить то без проблем можете посмотреть этот фильм вы останетесь в таком же настроении у вас не возникнет никаких новых мыслей в голове вы не узнаете никакой новой информации то есть биографический фильм предполагает что ты узнаешь что-то новое конструкторе а персонажа о котором снят фильм такого нету ни одного исторического очерка какого-то ничего нового про конструктора из этом фильме узнать нельзя если этот фильм патриотически про страну про там вечную гонку вооружений технологическую гонку такого тоже нету показали частично сикорского который работал в америке изобретал вертолеты тоже особо ничего нету даже соревновательного духа в этом фильме не нету его его не не смогли передать в моем понимании фильм подобного рода должен быть какой-то интересный он должен быть интересен не только с точки зрения исторической он должен быть интересен с точки зрения эмоциональной машинку надо пропустить она меня пропускает отлично у них ворота не сработали открою я вот как бы фильм фильм пустой фильм на один раз его можно посмотреть собственно и все если бы я пошел на него в кинотеатр то мне бы откровенно было жалко своего времени на дорогу на ожидание этого фильма на просмотр посмотрим второй фильм калашников я думаю он должен получиться лучше потому что там отсутствуют такие критерии как какие-то знаменитые актеры до в небо измеряется милями прекрасные актера они хорошо сыграли то есть этот фильм можно посмотреть если вам нравится этот актер вы хотите посмотреть на его игру в принципе наверное все единственное почему можно этот фильм посмотреть опять таки это мое личное мнение это мои ощущения после просмотра этого фильма я лично для себя ожидал чего-то большего у меня было такое настроение хотелось что-то посмотреть такое что воодушевит там не знаю поддержит мое настроение этот фильм даже чуть-чуть успокоил вот так что посмотрю калашникова я надеюсь что мне этот фильм понравится больше будет интересно посмотрим что у нас сейчас снимают на подобную тематику посмотрим если у вас есть какие-то фильмы которые вот про те времена послевоенные скажем так советского союза или еще что-то и которые вам понравились напишите мне в комментариях и я тоже с удовольствием посмотрю потому что интересно посмотреть то что снимают сейчас про современную россию или либо какие-то современные фильмы мне смотреть особо не хочется потому что там правило не смысла нету ничего не туда и последний фильм который осмотрел про современность какую-то текст называется да прекрасный актер забыл как его зовут александр по моему который играл в пальцейском срублевки хорошо сыграно но фильм очень мрачный фильм тяжелый и тоже никакой смысловой нагрузки эмоционально не несет также какие небо измеряется милями я даже до сих пор не понял в этом фильме не раскрыто его название почему небо измеряется милями абсолютная загадка загадка про то почему герой стал это все конструировать вертолеты как он добивался этого были сложности или не было сложностей ничего не показано но друзья если захочется в пустую потратить время небо измеряется милями это для вас вот друзья посмотрим калашникова расскажу вам свои впечатления сегодня у нас воскресенье время есть можно посмотреть кино можно расслабиться отдохнуть чуть-чуть вот так что посмотрю и запишу вам расскажу всем удачи пока